Дорогие друзья, а мало приятно, но правильно будет об этом сказать. У нас идет работа, причем полным ходом, по подготовке бюджета на 2021 год федерального бюджета нашей страны. В этом бюджете учитываются заявки регионов и, конечно, крайне важно нам участвовать как можно в большем количестве федеральных программ. И в этой связи не понимаю, почему до сих пор ряд профильных министерств нашего региона не подали даже заявки на участие в этих федеральных программах. Допустим, Министерство труда социальной политики Саратовской области, в ведение его входит санаторная курортная база, начали строить санаторий Пугачуев. Санаторий начали строить в Ершовском районе, в Чапаевке. В прошлом году нашли средства на проект, в этом году средства на начало строительства. Но это средства либо благотворительные, либо привлеченные. Было бы правильно сейчас уже этот объект и один и другой предложить для включения в федеральный бюджет с тем, чтобы его достроить. Но до сегодняшнего дня никто даже не удосужился подать заявки. А заявки вообще-то подаются в марте. И, как правило, завершают их подавать в мае. Мне непонятно, почему не делаем этого, что у нас не получается или разучились это делать. Задумайтесь, а что будет с этими объектами завтра? Это будет долгострой? Вы их бросите? Или есть средства в областном бюджете? Вариантов немного для того, чтобы достроить. Но если вы считаете, что нужно опять искать средства за счет благотворительных источников, это можно делать. Но только после того, когда вам откажут. После того, когда у вас не получится. Вы свой путь должны пройти. Вы свою работу должны сделать. Вы за нее получаете деньги. Вы за нее отвечаете. И вы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было у нас санаториев. Чтобы своя база, областная, оказание помощи гражданам в лечении существовала. Чтобы она была доступной и эффективной. Также мне непонятно, почему у нас такую же позицию занимает Министерство культуры Саратской области. Посмотрите, мы в прошлом году нашли деньги, как привлеченные. Заказали за счет этих средств проекты в рамках приоритетов сохранения историко-культурного наследия Саратской области. У нас город и города области имеют такие объекты. Причем в большом количестве. Их нужно сохранять, защищать. Они все разваливаются из-за того, что вовремя их не реставрировали. Вот сейчас такие проекты заказаны. Многие выполнены. Правильно было бы взять и сделать заявки, обратиться в Федеральное Министерство культуры, участвовать в программах по сохранению историко-культурного наследия. Но опять, никто не обращается, заявки не подают. И если это делается, то только федеральными учреждениями, которые находятся на территории Саратской области. А роль регионального министерства, ответственность за памятники, которые у нас есть. Ведь не сегодня, а завтра на голову все это свалится. Нерадивым чиновникам. Что вы дальше делать будете? Возьмите и подойдите к этому по ответственней. У вас должен быть план сохранения этих объектов историко-культурного наследия. Вы его должны реализовывать. Тем более, все время говорили, что нет средств на проект. Вот средства на проект появились. Проекты выполнены. Ну дальше берите этот проект в руки и по кабинетам. И решайте эти вопросы. Оформляйте заявки. Это не так сложно сделать. Но этот путь-то уж точно вы обязательно должны пройти. Вот такие вопросы, которые мы обсуждаем, говорят о том, что у кого-то просто нет ответственности за порученное ему дело. Нет переживания за ту сферу, которая, возможно, в виде ответственности на того или другого чиновника. Хотелось бы, чтобы эта ответственность появилась. И если кого-то обидел, извините, но по-другому нельзя.